Девушки отдыхают Как и луна на небе Один Здравствуйте Доброго вам дня Вы мужчина или женщина? Я бесполое создание Я иду по пути третьего пола Поэтому меня можно смело назвать Агендерным асексором Это когда у человека нет пола Он его отрицает А также он не взаимодействует с кем бы то ни было Я иду путем чистоты Путем возвышенных духовных чувств И по факту иду мы нашим Образ жизни А то есть у вас никогда не было Никаких связей ни с кем Нет, я абсолютно чистая создание Абсолютно детственное Мирская плотская утиха Меня не особо прельщает Я не вижу в этом крайней необходимости Зачем развеняться по мелочам Физически ты же мужчина, правильно? От рождения мне был дан мужской пол Я понимаю, что от рождения мне дан был мужской велик Я стараюсь его подавать соответственно Но также могу проявлять в себе И лихи других проявлений Таких как женственность, андрогинность Потому что то, что внутри моей души То и снаружи У меня волос нет, но у тебя они красивые Как ты за ними ухаживаешь? Это целое искусство Бальзамы, маски Правильные шампуни Органические, конечно Ежели я луна, то выглядеть мне нужно достойно К стилю я отношусь очень своеобразно Посему я предпочитаю длинное одеяние до пола Определенные украшения Мои волосы несут для меня очень большое сакральное значение И определенную силу А косметикой пользуешься? Конечно Потому что я считаю, что в этом мире Необходимо, чтобы твое лицо выглядело достойно А чем ты занимаешься в жизни? Ну на самом деле мне довелось пожить Еще в очень многих странах Этого прекрасного мира, этой земли Суммарно около года в Таиланде Попровести определенные семинары, лекции Я также их читаю По проявлению себя, своего божественного начала в человеке Мне как луне положено нести знания и свет Кем ты был в других жизнях и где ты был? Мне доводилось жить в Франции Где-то в 25-летнем возрасте Меня заживо закопали По причине того, что у меня была определенная литургическая особенность Порой в своих сновидениях я могу увидеть мир глазами совы Или, допустим, глазами какой-нибудь звезды, которая летает в космическом пространстве А можно как-то через тебя мои перерождения узнать? Это достаточно сложно Это как гадание, правильно я понимаю? Нет, это не гадание Я предпочитаю называть как общение с картами Таро Ты сегодня с картами? Здесь находятся карты Общее состояние Натальи как Творца Пятерка Пентакли Вам не хватает вдохновения Но вы творец своего дела Я творец Восьмерка чаш – это не стоит уходить от мира Не стоит жить отшельничеством Я думаю, что с этим раскладом мы закончим Спасибо большое Есть еще нюансы Я пою мантры Кусочек можно какой-то? Я никогда не слышу Можно? У меня она в книге теней Давай Они много написаны сами Это моя древняя книжка Много-много таинств Сейчас я выберу правильный чанк Чтобы у нас тут все было хорошо Да Вот именно так в процессе определенных медитаций мне пришли эти слова И идет очищение воды Обычно оно идет для призыва дождя Спасибо Спасибо Во благо вам Кого ты ищешь? Кто это должен быть? Мужчина, женщина? Я ищу близкого человека подыха С которым мы можем идти рука об руку За горизонты миров Мужчины предлагали какие-то отношения близких? Бывало, конечно Они видят меня Достаточно чистое создание И они действуют инстинктивно Я это понимаю Я это принимаю Я спокойно к этому отношусь Ну, конечно же, говорю и нет Я хорошо отношусь к мужскому роду К большому уважению Но душа моя лежит больше к женскому Как ты себе это представляешь В плане того, что Это должна быть какая-то девушка-монахиня Которая отказалась от земной жизни Или вот Не обязательно Я скорее предпочту Иметь дело с тем, кто меня понимает Слышит И кого могу услышать Если этот человек сможет Идти со мной нога в ногу По этому миру Это будет для меня действительно большим счастьем Ну, конечно, он неземной человек Вот не утаишь этого Я бы сказал даже больше А Луну нужно чуть-чуть приземлить Ему нужен человек Вообще совершенно другой Не такой, как он Мне кажется, что Это вообще эксперимент Это риск Мы не знаем, что из этого получится Но почему бы ангелу и демону Не попробовать Встретить друг друга Ну, в общем, давай ему Девчонку с перцем С огоньком С огоньком И посмотрим, как льот и пламя Будут сочетаться Давай Я Виктория Одиноколька собі вовчиться Я баба огонь Мені полностью начхати на те, що мені хто і говорить Я сама собі власниця свого життя, свого тіла Моё тіло поражило 14 сеансів татуи Того в мене 8 татуировок Я на цьому світі абсолютно одна Але, якщо треба, я можу сама побити будь-кого І не боюсь нікого і не чого Навіть можу піти на стрелку сама Було таке, що билося там стінка на стінку Не боюсь получити трендилей Могут, с яким я зустрічалась Ну, я його кинула, бо Мудак Фініталя комедія Чмошник Я поняття не маю, для чого я живу І яка в мене ціль в цьому житті Я хочу зустріти людину, яка покаже мені новий світ І прольє світло на ту темриву, в якій я живу Все ж, перше побачення ангела і демона розпочинається Мені хотілося дуже произвести правильне, красиве впечатлення В чистому, светлому образі ангела, который проявляють все мои, как женские, так и мужские качества Потому что это бесполый образ Серьезно, ангел? Чем ближе приплывала ко мне лодочка, тем больше у меня було сомнений в том, что это будет неземная чистая нимфа і дева Серьезно, лечитись тебе надо? Воно пошло до мене говорити І Мелсон, як будто він срати хоче Привіт! Ва благо Нужна ли вам помощь? Не, дякую, откажусь Я лучше сама как-то в цій жизни спрохнусь Припитие Боже, в тебе ногти дощі не зі мене, ти серйозно? Так Ці пузюряки Як він в туалет з не виходить, як сраку петтера, я не поняла Ну і вибач Зборежно? Не, я спеціально Твою руку подавляю Господи, ти резкий Резко-резкий Мужика, балетки з бусинками О май гарбл, це просто Обувь була очень такая нежная, ізящная Там були прекрасные ленты, жемчужинки Мне бы хотелось парить так же нежно, как эта обувь Передавать свои движения и чувства Это мой маленький сувенир специально для тебя Винок, как символ женственности, нежности и даже материнства О господи, что с твоим голосом женщина? Окей Ну, людина старалась, уже принесла Уже хрен с ним Не съедай, что ты Тебе крыла не мешают Ні, виними вони навіть не заважали 50 голубів пострадало, щоб юното собі зробив ті крыла У тебе німк на подзарядки, да? Конфліктная юная особа С большими амбіціями И большим розчаруванням жизни Одинокая вовчиця, а боже, аби тебе не з'їз, ти ще знаєш А ти хто? Ну, мене зовут Луна Шо? Шо? За? Пиздець Але повне імя Адалурона Радівіва Пиздець Скільки років ти вже в колясці? Уже сім років А що произойшло? Навчався в інституті Ходив підзаробити Копали траншею І всякі ці теми робили На стройки робили? На стройки, да І на мене з двенадцатого этажа упало три тонни кирпича Два года я був як овач Шивили всіки глаза А які стосунки були до травми? До травми, так, дівочки були Встрічався з нею місяця три, мабуть Я попросив, щоб вона більше не приходила Мені було складно насчет того, що Вона мене бачила здорового ходячого Борзого крутого А тут вона тобі овач лежить в трубочках Звісно, було таке состояние, що вене ускривлене Що зупинило не діти до кінця? Я просто побачив сльози мого папи В один момент все помінялось І почав постепенно займатися Шесть-сім часов в день я тренуюся Плаваю армреслінг, настольний теніс Особою займаюся поверліфтінгом Мені врацією в мене виходить на всі 100% Мені батько все зробив для мене Спеціальні всі услові А після травми були якісь стосунки? Був одружений Любові, бабочки, комети, астрали всі літають Улюбився і через полгодівка поженився Ізначайно було все як у сказці Чому зараз не разом? Прості тут Прям так? Тому що я друга слова не можу підібратити цей людину Тобто вона тебе зміняла? Ну, так Шкура Любила по клубам походити З якимось в машині катається Звоню і вона мене нахер посилає по телефону Ходяча, здорова, красива Наш муж інвалід Був такий період, що я просто не хотів більш ніяких відносин Ага Тобто зараз ти вже просто підготований до наступного етапу життя Вітя, як ти ухаживаєш за дівушкою? Я люблю романтику Паяю, коли мені дівчина подобається Любитель цветочки Букедро 100 чи 150 Зайчики, игрушечки Півхати накипати шариків Я для своєї любимої готовлюся Какі должны бути вещи для тебе важні в жінчині? Яку хочеш Придану Люблю блондинку Красиво Сексуально Умно Без лишніх понтов Така єсть така ж Огонь Огонь Мне понравился Витя Настоящий мужик Единственное, що мене расстроило, це то, що все-таки очень чувствується вот эта обида і боль на первую жену Мы обязаны ему помочь с этим справиться І вже є дівчина, як він і хотів, зажигалочка Мені зовут Йеніна Гузь, мені 24 роки, з міста Харкова Мої ангелохранители, так минимум, седі і морщинисті, потому що вони не готові к тому, що я їх испытываю Каждый день Я могу утром гулять по Харкову, а вечером уже быть во Львове с незнакомими людьми Или гонять на чужой машине без прав на большой скорости У меня нет чувства страха Соотношениями я тоже экспериментировала Первый мой мужчина был жёстким, приземлённым и деспотичным Приступ переведности он мог позволить себе схватить меня за руки И вытащить меня за дверь полуголую Просто за то, что в соцсетях незнакомый мужчина лайкал мою фотографию Я решила, что мне нужен мужчина с более тонкой натурой Кто мог подумать, что эта тонкая натура будет лежать на диване и протирать дырки В то время, когда я работаю на трёх работах Я разочаровалась и на какое-то время поставила крест в моих отношениях с мужчинами Я полностью посвятила себя зарабатыванию денег Я уже поменяла 16 профессий От мытья унитазов до флориста, кондитера, фитнес-тренера, фитнес-модели, фотомодели Но сейчас я понимаю, что мне безумно не хватает отношений Я так хочу чувствовать сильное мужское плечо Что ж, шанс стать счастливыми отримали обидва Витя чекает девчину на первом побаченні Если честно, нервничаю, потому что даже не знал, какая девочка вообще будет Приветик Привет Приглашаю, у нас круизный лайнер Спасибо Даже представить, я не вижу, что такая красивая Она, наверное, похожа на помилу Андерсон Спасательница я Витя Очень приятно, Яна Приятно, Яна Я не могла не заметить его красивые глаза Такие чистые, ясные Ну, большая грудь, конечно Грудь шикарная вообще У меня аж сердце чуть не вернулось из груди Ну, бомба Давай представим, что мы на корабле, на Титанике Ну, будет Витяник у нас Ну, только я не навесла Вопрос к нам Мужество на энергетическом уровне Мне стало интересно, что он из себя представляет Чем человек дышит Ну, пока разбираюсь в суби, если честно Развеюся, знаешь, там такие У тебя была семья? Была жена Я, конечно же, была удивлена Я заметила, что сразу голубые глаза стали серыми Ну, как бы, знаешь, у меня есть крайности А то мне очень сильно хотелось раствориться в семье, знаешь, там Нарожать там трех-четверых детей, быть хозяйкой А потом я вижу, что у меня вот как-то вот мир не дает такую ситуацию И, ну, я поняла, что в жизни, знаешь, есть смысл в любимой работе и в путешествиях Потому что, ну, от жизни хочется самого максимального, знаешь, я не из тех людей, кто будет там довольствоваться тем, что есть Ну, мне кажется, что она просто смысл шукает много такого чувака Ламурного, чтобы сразу на Мальдиве За мить Яніна дизнается про особливість Віті Как вона відреагує? С парнем на инверленной коляске Это то, чего я не ожидала, да? Скорее всего Мне кажется, очень трудно такую ситуацию принять Спасибо Я послушалась и пошла за ним Я мужественно держалась, несмотря ни на что Виті еще и есть что удивить На этот раз – не что-то еще Ну, я подготовил для ней сюрприз Беседку красную с друзьями Старался там нормально все зробил Волочками там между Камнем надо привязать Дизайнеры, б***ь Все четко Открывай О боже мой! Боже мой, какая красота! Почувствовала себя такой маленькой принцесской, да? Мне было очень приятно Чтоб ты понимала, да? О боже, как это красиво! Беленький роза, да? Чтоб ты понимала, есть богато красивых девочек Вообще, ну, дуже богато А вот красная есть одна Чуть оттуда Спасибо большое! Спасибо большое! Самый шикарный букет в моей жизни! Это был такой широкий жест И очень хорошо, когда вот мужчине есть такие задатки, да? Потому что мы девочки, мы любим подарочки какие-то, семюнирчики, нам цветочки подавай Можно девчонечку поцелую? Конечно, сегодня Розцвела, как виточка Мне было приятно то, что ей понравилось Я взлетел И решил обговорить найважче просто зараз Я вот смутил то, что вот в коляске Нет, это не смутило меня Мне просто интересно, что произошло Со стройки, когда я рубил, на меня упало три тонны кирпича О боже! Я боюсь жалости Мне это вообще будет, это очень неприятно Я хотелось его прижать, вот так вот пожалеть А я понимаю, что с мужчинами этого делать нельзя Ну, ни в коем случае Это равносильно, что его убить Проснулся парализован С ума сойти На крыло меня полностью поломало Просто? Нет, потом я видишь все в состоянии У меня в душе просто все вот так вот сжалось И я не знала, как реагировать Наверное, нужно благодарить Бога за то, что ты вообще остался живым Какие у тебя мысли были? Знать, что ты не можешь в футбольчик поиграть с пацанами Знать, что ты не можешь даже прогуляться Ну, может даже мелочи элементарно по ступенькам пройти В один момент забыл на это все Стал жить и понимать совсем по-другому Стал заниматься спортом Стал какие-то там достижения Пауэрлифтинг На соревнования ездил постоянно Постоянно в движении Сидеть в комнате, печалить, что ты в коляске Да плевать на эту коляску Надо ловить момент и радовать жизнь, как она есть Ты большой молодец на самом деле Это достойное уважение Он сильный Постепенно все, все, все Конечно камеры Витя Второго свидания не будет Ну, не мог сих перебить У нас напала куча камерей Побачили шикарного блондинка Начали кусати Они были огромные Наглые Их раздражало мое розовое платье Нет на мне живого места Та Витя знает, как уменьшить боль От укусов в комах Давай за знакомство Вино Пиво По 100 грамм? Я была в шоке Ничего другого нет для меня Есть два вида вина Коньяк Неужели нельзя было предположить, что девушка может не пить? То есть человек не включил мозг и не додумал Меня это, конечно, жутко разочаровало Я вообще алкоголь не пью Печально По чуть-чуть, может, все-таки винчик Нет, спасибо Ну, она хотя бы могла чуть-чуть пригубиться в вино Я считаю, тут нема ничего такого Ну, если я сказала, что я не употребляла алкогольные напитки Значит, это говорит, что ни стаканчик, ни полстаканчика, ни три капельки Как-то такая навязчивость меня немножко начала раздражать А почему ты не пьешь? Пьют те, кто не могут расслабиться А я не напрягаюсь Я умею расслабляться без алкоголя и тебе советую Я такая-сякая, как харьковская Барби Это понты Хочешь, можешь выпить сам Да нет Как часто ты употребляешь алкоголь? Ну, по праздникам Для меня в приоритете, чтобы мужчина не пил Я харьковская ФИФА, а ты в Винниске И там бухарь алкажий наркоман Тут все чувствовалось и все бачилось Ну, я такой, как ты, вот красивенький Да, симпатичный, что нема парня Мне хочется, чтобы меня обожали Я хочу к себе такое отношение Ну, конечно же, он должен любить любимую девочку И в России, как она дни, как над цветочком Ведь я очень сложный человек Да, я заметил Такая вот принцесса, капризная и сбалована Стервачка Кого ты бачишь возле себя? Который не давал бы у меня на сиденье комарам Отбивал их Я не вижу комаров Хорошо, что я клещей еще не нашла на себе А нет, вот один Ха-ха-ха Даже не мог на ней дивитись Руками махать, постоянно вбивать Там вообще комарю было немеряно Покусали все Давай, а ты нам курточку? Ты комары нас не пригодал чуть-чуть Боже, как они меня съели За хавой Я решил вкрыть курточку, чтобы меньше Кусала, чтобы меньше приставала До барышня Давай накрием ножки Он просто так старался мне понравиться Ему так хотелось капризной барышне угодить Теперь ты приготовил сюрпризик маленький Еще вино? Да, почти Вот хот-дох на моей нгале с сюрпризом Я, конечно же, целый день не кушала Потому что я была на нервах Мне не до еды было И он принес мне хот-дох Это был ужас А я собачек не ем А это не собачка Котик Тем более котика очень сильно люблю Просто гладить Нет, спасибо, я Уважаю то, что ты Предложил мне кушать Но я просто не питаюсь такой едой Ну или показуха, или понты Я что-то вообще не могу понять Ну окей, ну там маленький сюрпризик Если ты уже не кушаешь, то Могла бы хоть чуть-чуть бы Хат-дох, ты не откусыта Что-то прям помрешь или что? Реанимация откачивать будет Где сюрпризик? Там Там таракан? Не О боже, это Я вижу что-то там О боже мой Это мой маленький сувенир специально для тебя Винок Как символ женственности, нежности и даже материнства О господи, что стоим голосом женщина Окей Ну, человек старался Уже принесла Уже хрен с ним Ты седай, что ты Тебе крыла не мешают Немного они даже не заважают 50 голубей пострадало Чтобы он вот это себе Зробил эти крыла У тебя нем на подзарядке, да? Конфликтная юная особа С большими амбициями И большим разочарованием жизни Одинокая вовчиця, а боже, або тебя не съесть Ты еще знаешь А ты кто? Ну, меня зовут Луна Шо за пиздец Але повное имя Адалрона Радивила Знаешь, мы сейчас с тобой едем на остров Поехали Знаешь, я такой остров не везение, а мы едем на везение Но с тобой еще я не знаю, куди меня боженька приведет О, может, хай поможет Поможет Не, я сама ногти еще сломаю Руки уже тянулись до сапожки, чтобы в него, короче, зашвырнути ним Ты же на тонку похожа Я без поля Ты мужик с довгим волосем, с довгими ногтями, в платье и, ***, скрыл Это не платье Да я, ***, ночнушка Ночнушка у меня інша, довша Ай, я *** Изле Ее реакция на область мне вполне понятна Я отнюдь не новогодняя елочка, чтобы нравиться каждый Обережно, обережно Моланы, сломай ногти, серьезно Все? Там висло, одна была прикреплена, а другая Так и хотели взять его так ушатать Чтобы, короче, мозги з іншой стороны в іншу перекрутились Чтобы он вправился на ремонт Причавили До острова везения залишается метр Хрен сливок. Тоби трошки простейше, а не ж мене. Я так не можу. Вот что у меня платье. У меня были мысли, главное не смириться. Главное не упасть, потому что и одеяние, и крылья, и весь образ не давали мне ни единого шанса на промах. Обережно. Ну я не хочу просто намочить ногу. Зажири его. Ну давай, стоп. Ты до завтра злезешь? Белая стрека за любви. Він отою почав встримати я. Ой-ой-ой-ой. В натуре камикадзе. Белая стрека за любви, стрека за любви. Тільки одна ніжка стала мокрою. Сюда. Велике шаноне, дякую. На цьому острові сьогодні вечер. Та до її початку луна з вовчицею мають час на більш близьке знайомство. Здається, ти трошки здивована. Я ох**ався. Ведуть себя таким образом очень неуверенные в себе люди. Которые, чтобы скрыть страхи, используют нецензурные эпитеты. Нехай тебе Бог та богиня захиститься. Х**вою мать. З якого віку в тебе такі здвиги пішли? Ну, мабуть, що з інших життів. Що це вообще? Що ти було в попередньому житті? Дівчина. Та нафиг. Серйозно. Воно було півком в новому житті. Пельменем. Ну, розкази, подруга моя. Скільки тобі років? Мені? Мені років немає взовсім. Я... Поза часом. Я обкурений просто. Спасів. Нахапався, обкурився. І прийшов. Я не слідкую за літами. Та не трусися, я ж не кусаюся. Ну, я вовчіться, але я не кусаюся. А чому ти вовчіться? Чого? Тому що взгляд обійці. Горда і птиці. Скоріше в маленький волчонок. А ти часом лікантропією не страдаєш? Я, я х**й страдаю. Ну, не тільки не тим, що ти сказала. А, ну, тоді добре. Тоді ти не зовсім вовчіться. 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 Добре? Ти будеш полуголуб, я полувовчіться. А що це за фігня в тебе на голові? Це чиста сльоза. Чиста сльоза – то водка, яке знає. А то в нього на лобі от цього – це жесть. Я чувствую, в мене зараз тільки сльоз потече, що на бусини збирають. Головне, щоб наше небо не платило. Вовчіться сприймати дійсність на тварезу голову тяжко. Тож офіціант з'являється вчасно. Дякую. Що це? Це напіток богов. Я, як чистое создання, не маю права употрібляти алкоголь. Попробую. Що? Я одна собача. Оце некрасиво ти поступив. Півкот. Просто вилив на землю. У мене в місті би за таке, я не знаю, вбило. Але ти придурочний, не може присядь. Якби я б не бухнула, я би його питав. Що я попередня життя все його забув би. Просто я не вживаю алкогольні напої. Якщо мені їх подають, я їх повертаю туди, звідки вони прийшли. Віка була похожа на маленького чертенка, у якого вкрали вілку, і їй хотілося рвати і вмітати. І з горя на піцу. Сподіваюся, що ти втомувала справу. Та тут без 100 грам не розберешся. Можна офіціанта? Та пасіба. Ну, хоч щось. Ти хочеш? Ні. Чого? По-перше, він тьманить розум. А розум в мене буде стійким та земним. На фоні нього я собі чувствую просто димуницію. З кимось, блин, сатаною. Як тобі звати? Ну, будь ласка, просто однову. Луна. Не. Я? Моє настоящее імя – Адулруна Йедалалуна Редивива. Як тобі бачки назвали? Главным родителем є Бог і богиня. Що ти мені п***єш, думаю? Моє імя осталось в прошлом. Мого духовного відклика на старе імя немає. Та ну, себе іщерпала. П***! Дай Бог допомоги, серйозно. Он об'язательно придет і об'язательно даст. Тебе допомоги. Скажи, які тобі бачки дали ім'я. І, будь ласка, і все, ми продовжуємо нормальну змогу. Я тобі на вушках скажу. Давай. Можеш вилище трошки п'ять? А ти можеш встати? Серйозно, воно кволе. Несчастна теля після аварії. Мене звуть Антоха. Гарне ім'я! Прекрасне! Я значально говорила то, що це ім'я, ми не будем його розкрывати. Дякую, Тошенко. Якщо не можна вірити в таку віщу, як ім'я. Антоха! Антоха! На каких вообще отношениях може бути? Я буду говорити за тебе, Антоха. В тебе прекрасне ім'я. Тебе письон між ногами і ти маєш бути мужиком. Воно притрушене. Воно больне. Воно дебільне. Вечірку розпочато. Розігріти алкоголем і суперечками з луною говчиця втікає до собі подібності. Давай, давай! Давай ручки. Та там по друзі треба буде ручками. Ха-ха-ха! На скорість, хто швидше, одолеє 5 рюмок джина. Ого! Конкурси з бухлом – самі лучші конкурси всі ці. Я вважаю дуже недостійним заняттям участь в конкурсах употрібління алкоголю. Ти маєш право відмовитися від того. Давай! Один, два, три! Джинс пік в водяга. Пішло як чиста вода. Як добрий день. Дякую! 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 Я вас люблю! Скинула вино. И мне захотелось исправить это. Поэтому мне довелось подняться. Сорри, я вибачь, Мане. Можно Ангел постоит? Конечно. Ну что ж, Виктория и Ангел-хранитель Луна против Артема. У меня абсолютно не было желания поддерживать ее в том, чтобы она напилась еще сильнее. Но раз я уже на сцене, раз я уже рядом с ней, то я за ней прослежу. Три, четыре, поехали! Если я бухаю, то в кизло, просто в говно, в какашку. Так, чтобы не помнить завтра. Поддержим, мы поддержим! Артем! Молодец! И слава побеждать Виктория. Виктория, как себя чувствует? Я думала, что я вырублюсь там. Бог любит троицы, поэтому забить. Есть тебе забить. Нет, мне нужно порогать и посетить. Давайте поаплодируем нашим участникам победительцу Виктория. Ангел-хранитель все же мне помог. С такою ангельскою підтримкою волчиця не залишала сцены до самой ночи. Виктория, вам единственный на этой тусовке достался подарок на выбор. Что вы выберете? Все? Отличный выбор. Давайте поаплодируем Виктория. Чемпион среди алкогольных шоток. Женщина, мастер на все руки. Виктория, 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 Виктория. Я люблю то, что мне подобается. Если я буду берегтеться, то это будет жизнь. Интересно. Спасибо за поддержку. Я считаю, конечно, что девушки недостойно так себя вести в обществе. Вечерка в Росполе. Час для фаер-шоу. А давайте ради тебя, я тебе помогу. Ради тебя, чтобы ты понимаешь, насколько мне это важно. Ну окей, ну там маленький сюрпризик. Если ты уже не кушаешь, то могла бы хоть чуть-чуть дохтеть, что-то прям по мреже. Или что? Реанимация откачивать будет. Где сюрпризик? Там. Там таракан? Нет. О, Боже. Я вижу, что-то там. О, Боже мой. Цепочка. Она мала как-то по красивому все сделать. А получилось так, что разбодержал заходок просто. И это еще был один удар мне ниже пояса. Мистер оригинальность молодец. Хоть мало. Если бы я подавилась и умерла на свидание, я бы с того света ему не простила этого. Оригинал. Оденешь мне, да? Да, конечно. Это в знак знакомства. Спасибо тебе большое. Это. О, все четко. Я уже себя чувствовал неловко. Не знал даже про что общаться. И то она не робит, и не бухает, и не хавает ничего. Ну, я просто не питаюсь такой едой. У меня есть спортивное прошлое. Я занималась бодибилдингом. Я тренировалась шесть раз в неделю. Ела один белок. Только мясо, рыбу, яйца. Я поехала на первое соревнование в Донецк. Это была категория фитнес-бикини. И мне там дали первое место. Было зашиновато. Спасибо. Покажу тебе фотографии и... Я думаю, ты должен увидеть, потому что... Вау. Красиво, классно, да. Охоженно там по фотке. Да, вообще четко девочка. Ну, зачем цих понти во первом свидании вообще не могу понять. Та помила Андерсона вообще курить сторонки. Спасибо. Сдаётся, сред фотографий виявилась зайва. Яку краще было бы не бачити Віті. Побачив по фотографиям, что да. Ухажёры, не ухажёры. Ну, если девушка даёт повод, чтоб к ней приставали мужчины, лапали, её трогали. Это шкура, это не девушка. А много у тебя ухажёров там морского пола. Пол Харькова, как минимум. Я очень свободолюбивая. Я очень ревнивая. Честно, я очень. Даже один звонок может вырвести полностью. Ревность — это, в первую очередь, неуверенность в себе и неуверенность в человеке, которого ты выбрал. Это ад. Жить с человеком, который тебя ревнует, который не даёт тебе вдохнуть, который держит тебя в постоянном стрессе. Ты говоришь, что была семья, да, у тебя? Была жена. У меня чисто, я знаю, как попользовалась, ***. В 5 утра звоню, она где-то там, где-то отдыхает. Слышу морские голоса, слышу там движения бухают. У меня это паяло, паяло, паяло до того времени, пока я просто не открыл одну ее страну за соседей. Я там прочитал уже так, что ***. Я просто в шоке был. Ты не видел, как она к тебе относится? Такой актрисе надо просто воскардать за главный роль моей жизни. Я ввился, я любил, я ***, я ценил, я что-то дорожил. Если я даже в девушке побачу даже хоть чуть-чуть, хоть малейшую, такую ситуацию, что было с прошлым отношением, я прекращу просто даже общение. Я ревнивый, я сильно ревнивый. Будешь гулять вперёд? Вон дверь, вот ***. Ну это ужасно. Первый мужчина в моей жизни жутко был ревнивым. Держал меня вот так. Он позволял, не разобравшись с ситуацией, за руку вытаскивать из квартиры и говорить, всё, собираю вещи ***. Нельзя. Всех под одну ребёнку воспринять, что если с одной так, то с другими будет так же. Все хотят лучше. Но никто не хочет рыться в своих недостатках. И в нём я это тоже увидела. Я такой классный, я такой простый. Ну а бабы такие все неблагодарные. Бабы. Одним словом, бабы. Первое увиденное. Стриском проваливается. Ну что, будем идти? Так? Он не принимает себя и не принимает ситуацию с женой. Это нужно менять. На следующий день я отправился на встречу с Владимиром. Настроение было не фонтан, херово. Володимир Науменко. Найефективнейший тренер з особистичного развития. В его арсеналі тысячи современных и революционных приемов. Если ты искренне хочешь, я покажу тебе как. Витя, привет. Здравствуйте. Как прошло свидание? Хотел себя показать с другой стороны. Получилось, что мы не общаемся между собой, а на шауле некий смахач происходит. Она мне понравилась и в той же час она меня просто вытолкнула. Своим поведением, своим дебильным сервозным характером. Ты сказал, что не хочешь идти на второе свидание? Сомневаюсь даже. Такие девушки, как у нас, ветренние девочки. А я хочу себе найти половинку домашнюю, хозяйственную, добренькую. Чтоб диток любила, чтоб не хопало свёзд с неба. Ну, я тебе скажу так, за одно свидание делать такие выводы, это очень рано. Ну, я могу определить человека буквально. Пора говорить даже пять минут. Пять минут? Ты, кто он такой и по чему. Вот смотри, идет красивая девушка. Как тебе? Ракета. Ракета, да? Ну, да. Судяя была по этой девушке, что вона там не давщина, не зарабатывает денег. Постоянно где-то в салонах, там, в фитнес-клубах. Лично тусуется, это светская львица. Красивая. Красивая, да. Ну, хожу равно. Наверное, полукраины точно. Насправді, ця девчина тут не випадково. Її запросив Володимир. На Вітю чекает тест на интуицію. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Виктория. А вас? Виктор. Очень приятно. Вы очень красивая, Виктория. Спасибо. Что вы делаете в этом прекрасном месте? Я обедаю. С тайным поклонником? Нет. С подругой. Чем вы занимаетесь? Судя по вас, вы модель. Нет. Чуть-чуть нет. Ну, вы божественны. Тут без вариантов. Ну, это не профессия. Ну, то, что на рынке пирожки продаёшь, это точно нет. Не похоже, да? Я преподаватель. Я честно, я ***. Все на пары ходят. Да. Я работаю в университете. Преподаю макро-микроэкономику, политэкономию и эконом-теорию. Я думаю, экономика – это очень сложные предметы. Не каждому даже профессору, не каждому даже нашему депутату понимают, что такое экономика. А как сейчас в личной жизни? У меня всё хорошо. У меня есть молодой человек. Я была вообще замужем. У меня есть ребёнок. Ребёнку 10 лет. Ого. А какие планы вот с этим молодым человеком? Строить совместную жизнь. Мы планируем, там, детей. Ну, удивительно, что вообще бывают такие женщины. То есть красивая девушка может любить одного парня и быть верна ему? Конечно. Женщины, по своей сути, они же моногамные. Им нужен один мужчина, и они видят в этом мужчине всё. Я понял, что я чуть ошибаюсь. Бывают разные женщины, и она действительно может приятно удивить. А как быстро можно определить, что девушка хорошая или не очень? В первую очередь нужно смотреть в глаза человеку. Можно сыграть, можно как-то, но глаза никогда не врут. После разговора с Викой я понял, что мне нужно просто узнать Яну чуть ближе. Спасибо большое. Пожалуйста. Всё хорошо. Спасибо. До свидания. Удачи вам. Такое впечатление, что когда ты видишь красивую девушку, ты сразу начинаешь вешать ярлыки. Красивая, умная, всё, значит, проститутка. Или, значит, неверная, значит, у неё миллион мужчин, или ей нужен кто-то один богатенький. Я просто и виталку из своих бывших отношений. Да, это правда. Прошлое хорошее тем, что оно осталось в прошлом. Надо отпустить, забыть и идти дальше. Что ты думаешь по поводу второго свидания? Я пойду на второе свидание, на втором свидании будет всё по-другому. Янина також наваживается на другую встречу с Виктором. Но этого раза девушка запрошу его в свой мир. Я очень переживала. Мне хотелось Витю вести в курс своей жизни. Хотелось показать, как можно легко и просто кайфануть. Ну, судя по первому свиданию, по моему мнению, я думаю, что второе свидание где-то в клубе, в ресторане, в баре, в гламурном месте. Привет. Приветик. Как ты думаешь, где ты находишься? Ну, в бизнес-центре. Так. Соответственно, в офисе. Еще варианты? В бане. Ну, у нас не жарко. Не жарко, да. Еще? Ну, не морг точно, да? Запах не соответствует? Не знаю. Давай, не тяни интригу, я уже… Не боись, я с тобой. Опа. Опа. Опача. Но я точно не ожидал, что я буду в кухне. Да ты шо? Ну, приветик. Цветочки. О, это у меня гарни. Боже, ты просто меня балуешь, видите? Спасибо большое. Хочется мне понравиться, хочется меня удивить, и я, конечно же, была счастлива. Я поняла, что ты меня увидел в одном цвете. Вот я вот такая гландинка. Я хочу тебе показать немножко, чем я занимаюсь по жизни. Мне тоже нравится. А то мясо, картошечку, макарончики. Я обалдевец. У нас есть пирожные, они такие у нас голенькие, мне кажется, их нужно украсить. Так что у нас есть топпинги. А давай я лично вот этот для тебя разукрашу. Напиши Яну. Постарался, чтобы опять что-то на зубок опоры, чтобы все было уже четко. А какой у нас тут еще есть цвет? Кубничная Яна, вышли. Кубничная Яна. Мне же теперь надо шоколадного Витю. Ну ты понимаешь, что я пишу букву В? Ну да, вышла Дима. Кстати, а как ты любишь, чтобы тебя называли? Витя Витюша. Витюлечка. Витя. Добренький, классный. Суночка моя. Он обалденно. Как-то вот расположен к себе. Такие теплые чувства, такие переживания у меня были. Мне с ним было комфортно. Ты понимаешь, почему я тебя сюда пригласила? Ты понимаешь, чем я живу? Я хочу тебя… Сладкая жизнь? Я такой маленький мини-кондитер, самоучка. Я думал, что Яна Наташина и Мини готова, потому что у нее вообще там руки из буквы Ж растут. Я пеку тортики под заказ. Это мое творчество. Я же там тебе рассказывала, что женщина должна заниматься творчеством. Красивая блондинка, не курит, не пьет. Спортсменка, не матерится и шеф-повар на кухне. Так вообще мечта. Я просто первый раз вижу, знаешь, идеал. Идеальный, я не знаю, но нету больше идеала. Но я не видел больше никого, то есть даже приблизительно. И душой, и сердцем, и свечу готовить в мир. Это вообще как-то… Это шикарно. Я и убирать умею. Вообще. Я увидела, что он как-то поменялся. Я вижу, что он сделает все, чтобы исправить свои ошибки. Витя, ты сейчас будешь не верят. Боже мой. Ой. Эти мужчины. Какой приятный. Витька. Салатовый. Уже шоколадный. И открылось больше общение между нами. Сблизило. Даже словно моряковым. Так это уношу. Попробуй. Абрикос. Нет. Абрикос. Спорим? Спорим. Давай, на поцелуй. Витя, у нас второе свидание. Ну так нормально уже все. Так, я тебе сейчас поспешу. Я вижу вот это вот его рвение. Для меня это рано. Мне нужно понять, вот какое мое отношение к человеку. Ну а спортом занимаешься сейчас? Спортом? Ну, честно для меня. Ты уже на соревнования не видишь, получается? Нет. Ну, у меня просто в приоритете все-таки рожать детей, чем получать корону и говорить, что вот я такая красивая. Я такая красивая. Ну, красота, конечно, классная, но должна быть, ну, детки они в приоритете. Она классная будет много. Она всю эту любовь, что у нее есть внутри, сможет дать детям. Хотел бы видна и мать, и детей. А сколько ты хочешь детей? Много. Много. Да ладно, сколько? Четыре, три, пять, десять. Мне кажется, он будет другом для своих детей. Он будет заботливым, будет защитником. Я представляю, что сын был в Киевском Динамо играл, папа постоянно приезжает. Слушай, у меня такое ощущение, ну, скорее всего, твои детки будут точно футболистами. Я сам всю жизнь занимался футболом. Мне очень хотелось его раскрыть. Мне вот захотелось посмотреть, как он будет себя вести в неожиданной ситуации. Вот крахмал есть, он там есть. О-о-о-о. И он, ну, раз, и на лицо. Извините. И раз понеслась. Такий кулинарно-сладкий магазин. И роз, он все за тобой. Вот шоколад. А-а-а. Извините. О, горячий. Ха-ха-ха. Извините. И варелья, и мука, и сливки твое. Ха-ха-ха. Ему понравилась моя задурная идея. И он показал себя счастливым, открытым человеком. Да, инструмент. Какой инструмент? Ну, мне там инструмент нужен. Мне еще, наверное, нужно доукрасить. Пару. Пистачок. Вот не автомат. Быстро, быстро, быстро. А, вонишь так. Витя, ну. Не, мой. Нет. Витя. Где мой курок? А-а-а. Витя. А-а-а. 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 Я всю жизнь мечтала стать киллером. А-а-а. 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 Бля, у меня такой сладкий глаз уже. А-а-а. А-а-а. Я шоколадный заяц. Я ласковый мерзавец. Я сладкий на все сто. О-о-о-о. Да, вот это именно гражданчик. А-а-а. Какие там ковары речиков. А-а-а. Это было так же, как по-дитячему. Ну, так мило вообще. А-а-а. А теперь расслабься и закрывай глаза, пожалуйста. Дави. Пожалуйста. Закрывай глаза. Очень-очень. Надо. А-а-а-а. Витька. Ё-о-о-о. Вот я тебя убью. Нет-нет, Витя, не надо. Вот просто пощади меня. Вот хочешь, куда хочешь, только не в лицо. Пожалуйста. А-а-а-а. Витя. А-а-а-а. А-а-а-а. Если что, я могу слезать. А-а-а-а. Куда он уже целится? Туда, куда он на первом здании еще другу смотрел. А-а-а-а. Полный комбинезон и сливок. А-а-а-а. Это самое прекрасное. А-а-а-а. 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 Может, мы прекратим? А-а-а-а. А-а-а-а. Не-не, подожди. Сейчас бровь сотрешь мне. И на знак перемирья – солодкий подарунок. Вить, я не волшебник, я только учусь. Закрой глаза и руки поставь ладошками вверх. Держи. Я оценила твои сто одну розу. Я оценила красивый браслет. И мне точно так же хотелось тебе в ответку подарить сюрприз. Подарить кирпич. Вить, чиняй. Вить, чиняй. Вить, мыкай. Ни х**а не ценю. Видя. Это слово было самым гармоничным в тот момент. Это слово значит, что он был в восторге. Ну, может быть, знаешь, не на сто процентов, но… Ни х**а не сделаю. Витья. Воно сделала такую фотографию на тортиках, да, на черты, лица. Ну, это капец. Это, это дуже красиво. Это было действительно, это было мило. Насколько мило, у меня просто… У меня все эмоции переполняют. Может, конечно, не на сто процентов, но… Паспасименько. Это ж… Мне еще таки никто в жизни не любил. Это… Это вау. Это за супер. Витья предлагаю купаться. Погнали. Я спинку помою. Нет. Девочки налево, мальчики направо. Мы отмылись от шоколада, от сливок. Я привезла его на смотровую площадку. Ну, как ты думаешь, для чего мы сюда приехали? Ну, судя по первой, это я уже переживаю, что я сейчас уйду туда, в Днепр. Знаешь, у меня была мечта научиться летать. Конечно, это большая глупость. Но я хочу пережить то, что еще не переживала. Вместе с тобой. Ну, высоту я готова. Я тоже готова. Так что, летаем? Конечно. Погнали. Он легко согласился. Я увидела, что он такой же бесстрашный, как я. Видя? Это был полет на троллее 560 метров над Днепром. Так же сможет противника аттракциону влаштувати цей полет. Адже Витя – особливый пассажир. Кристина, я не представляю себя, как это сделать. Вам нужно вот так вот все сделать. Сейчас сделаю. Главное, чтобы не мимо сейчас. А вы сможете ноги на дверь поставить? Прямо на дверь? Сверху? Прямо? Не-не. Ого! Я так стану на ной. Вечерка в Росполе. Час для фаер-шоу. Давай ради тебе, я тебе помогу. Ради тебе, чтобы ты понимаешь, насколько мне это важно. Ну, огоню я тебе не пущу. Давай. А я хочу показать свой полет. Давай. З тебе сьогодні достатньо абсолютно невірних рішень. Проте Вовчиця впевнена, що невірних рішень ще не достатньо. Я ризикую багато. Я не боюся десь влізти, щось зробити, начурити, начудити. Убро юмору. Убро юмору. Убро юмору. Убро юмору. Убро юмору. Якщо я попекла, то... Та херен с ним. Оскільки то і жисть. Якщо людина не уважає собствену жисть, он не уважає жисть і окружаючого. А це ужасно і дуже опасно. Якщо б вийшла твареза, то все б собі спалила, попекла і прочее. Його! 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 Мені захотелось уйти від нього, пообщаться з природою. Сказати окружающим духом о нєкотарому розочарованні. На нього ухи Грязної танці в недостійному виді – це мерзко. Ооооооо, давай-давай. Це и update на нього. Ты видела мне венок? Нет, 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 я блюдаю. Блюдаю. Человек, одев венок другому на голову, потоптался, по-моему, чувствовал. У меня была обидь. Где р*** с тем веночком? Поверно побег там в церковь, свечечку ставить за здоровье и покой. Я супер и далее движувала. Что мне не нравится, то не нравится, хай его ч**. Что упала, то устала, трошки мала накидалась. На самом деле я верю, что Вика не такая, как себя подает. И мне бы очень хотелось, чтобы она избавилась от боли и обиды, которая мешает жить ей. Наталья Холоденко прагне того, что и Луна, поэтому признашает девочке встреч. Наталья Холоденко – психолог, яка чует сердце. Еї допомога врятовала від розриву тисячі закоханих пар з понад 20 країн світу. Я знаю, как найти выход из самой безнадежной ситуации. Я ехала на встречу с Натальей Холоденко. Насправді думала, что будет просто так поговоримо. Она трошки покопается в моей голове, но я не думала, что это будет настолько просто ужасно. Спасибо, Вика. Здесь я, Наташа. Как тебе здесь? Мрачно. Холодно. Стояться, что все ж таки это что-то темное. Ого, ужас. Тут стремновато. Это была камера пыток. Там было жахливо и неприятно. Ты решила в какой-то момент, что ты вправе плевать на свою жизнь. Количество мата, количество выпитого, игра с огнями. Ты часто себя так ведешь? Да. Це моя життя. Я не не споряджаюся як мені завгодно. Это самоубийство. У тебе були мысли про смерти когда-нибудь? Неодноразово. Я неодноразово була на дахах. Ты хотела прыгнуть с крыши. Да, але я щось запоняла. Ты пробовала резать вены. Но я уже их была порезала. Что ты чувствовала в эти моменты? Те, что я вот справді никому не потрібна. Самотность насампереду. Вот ты себя называешь волчицей. Почему именно волчицей? Потому что одинокая. Я не хотела, чтобы люди взагалі знали, что у меня есть слабкость. Что мне может быть больно, образливо. Что мне кто-то убедил, я убедила в ответ. Из-за чего ты стала такой? Я не знаю, чего так. У тебя в избытке ненависть к себе. Это точно в чехле вены. А за что? За все. Характер. Мои погляди. Моя зовнішність. У тебя ж красивые глаза. Давай ты снимешь. Вам будет всего легче. Я хочу, чтобы сейчас ты поняла, что каждой обидой ты себя обездвиживаешь. Ай, это уже забольно. Ай, алло. Я думала, я там вирублю того одного помощника, что іншого. Наверное, я поделюсь еще мужики и больше за меня. Что я дыхать не могу. Это было ужасное становление, потому что я без порядка, потому что я не могу там встать и пойти. Итак, сколько у тебя? Двое. Один из них меня гнобило. Как обзывали? И тупа, и корова, и прочее. Я в середнюю сестры, та шаштунда, баптистка. Я, может, с роков уже 15-ти шалавою стала в ее словах. А старшая бачить, яки вигуду в отношениях. Если у меня там я заработала какие-то бабки, норм подруга. Если нет бабок, иди заработай. Иди заработай, иди на работу. Мне обидно за эту маленькую девочку, которую даже ты не любишь. Я не хочу просто загадываться сейчас. Взагалі про дитинство. А что у тебя в школе было? Тебя унижали. Смены издевались. У вас знали, что до меня никто не придет захищать. И я с того момента привыкла, что я одна против всех. И все против меня. Когда ты материшь луну, которая тебе ничего плохого не сделала, ты на самом деле освобождаешь то, что ты хотела бы сказать одноклассникам. Я поняла, что всяких говна в мене сидит, и что я заботилась. Дуже сильно. И еще. Я знаю, что у тебя погиб папа. Ну, ты, можно выйти, будь ласка? Нет. Я не скажу, сколько лет я не говорила про это. А так, чтобы открыто. Не с кем, напевно. Сколько тебе было лет? Одиннадцать. Я не знаю, как он погиб. Его ударили и ставился из-за этого инцидента. Боже, отпустите меня, прошу. Я не хочу просто сгадывать. Вика, посмотри на меня. Ты сейчас находишься в камере пыток. Только эти пытки ты сама себе устроила. Зачем? Не знаю. От душевной боли. Есть таблеточка? Ты бы хотела, чтобы твой папа знал, что его дочь алкоголичка? Вот скажи ему. И вот свое сведомное, что оно насправде так и е, надо было, напевно, прямо в сердце, в точку. Вика, посмотри на меня. Пожалуйста, не убивай себя. Викусик. Викусик. Когда люди жалеют, им бывает больно. Но это нормально. Тебе больно, потому что ты любишь его. Но из-за того, что его нет, ты не знаешь, как с этим жить. Я знаю, и я могу тебя научить это делать. У меня папа умер год назад. Но я не пошла бухать. Я пошла снимать половинки. Понимаешь? И мы всегда со своей болью можем сделать какие-то вещи, от которых станет реально легче. Повтори за мной. Скажи, тату. Тату. Ты маленький, а я маленький. Ты мой отец, а я твоя дочь. Спасибо за життя. За это действительно спасибо. Я буду оборно работать, стараться, не лянуваться, не бояться. Не стоять на месте и не пускать руки. Взагалі, розрядкою цього підземелья стала моя зустріч з Наталью. Больше такий нормальный, гарний, теплый обстановцем. Вика, мне очень нравится, как ты изменилась. Мне хочется, чтобы у тебя был меньше мейкапа. Если ты будешь более нежнее на свой возраст, на свои 19 лет, я уверена, что это расположит к тебе людей. И конкретно на встрече с Антоном ты сможешь проявить себя совершенно с другой стороны. Это тяжело. Да, но это возможно. Тем более, есть место, где ты можешь найти все. И там есть прекрасные средства для умывания. Цекаво. Можно попробовать. Прислушавшись до порад Наталі, Вика уже собирается на другое побачение. До которого Луна уже подготовился. Мне захотелось показать Вике другую сторону мира. Показать, что мир способен быть красивым. И она может быть красивой в этом мире. Я это нужно для личной гармонии. Побачила на случайно гарное место. Это такая сковорода, такая природа гарное озеро. Здравствуй. Привет. Мне очень приятно видеть тебя здесь. Мне бы хотелось познакомить тебя со стихиями, которые нас окружают. И показать то, как вижу это я. И, возможно, тебе это будет по душе. Взагалі я була х**ть рада, що було таке побачення того, що було цікаво. Прошу, облачись в чистые льняные одеяния. Топля. Энергетичні потоки постраюваються так, що якщо людина носить його в полеплаті, енергія в ньому врастає і циркулирується. Це дає определенну силу і ощущення енергії цього мира. Тебе дуже йде, це дуже красиво. Я в цьому почувала себе абсолютно нормально. Нічнушка так, ночнушка. І вонечок в мене буде такий, як в тебе, тому що я ти зберегла. Це приємно. Твої натуральні глаза просто чаровати. Дякую. Вони мені показалися такими слегка грустними, серовато-зеліними. Але приєтом ощущалась какая-то в них надежда, желання жити. Мені б хотілося показати частину своєї гармонії. З великим задоволенням, подивлюсь на мене. Це мені б дуже приємно. Ощущалась об'єлення мягкость, нежність. І обряд очищення розпочинається. У мене було трошки дивний його танець, але я бачила, що його життя, він все вживе. Я старалась це прийняти. Забратися, може, завершимо. Мені бачилася, що вона все ж почувствовала цю силу віздуха. Моя хороша, я хочу тобі предложити, щоб ми наговорили на ці прекрасні ленті наші пожелання цьому міру, цій природі, цій землі. Ну, давай. Це була як гра, якась забавка. Побажання, щоб ти підкреслював свою можність. Я звикла до тієї думки, що ти Адерлона Радєєвєва. Але все ж таки я... Я приймаю всі свої ліки. Добре. Та буде так. Амінь. Мною було їй показано, що не потрібно жити в коконі, в самоограничення. Чувствуя свободу, потрібно вміло її розпоряджатися. Не переживаєте так? Чого ти... Я не переживаю. Ні такі відчуття, якбито ти мене боїшся. Ні, це не так. Навіщо мені тобі боятися? Не зря. Може ти сокиру маєш? Чи ножа? Може ти шизофреника? Так! Ні! Я не дала. А, мати вам, я твою мою сні. Пусть вона і була похожа на йожика, але цього йожика можна було б почухати допустимо. А далі? Буде вогонь? Це мені ближче. Я вогонь. Шутки, забагутки. Я була себе природня. А що таке? А нічого. Все. І я розуміла, що це б підштовхнуло його бути теж якимось більш відкритим, менш пафосним. Смажений кабанчик, курка з майонезом. А в очі салати сядем біля хати. Ми п'ємо по черці. Я такий шок. Ти, оказывается, можеш бути нормальним. Віддя. Це був полет на тролеї. 560 метрів над Дніпром. Та чи зможуть працівники атракціону влаштувати цей політ? Адже Вітя – особливий пасажир. Кристина, я не розумію себе, як це зробити. Вам потрібно так все зробити. Зараз зробити. Головне, щоб не мимо щось. А ви зможете ноги на двері поставити? Прямо на двері? Зверху? Прямо? Ні, ні. Ого! Я так встану на ноги. Вітя, в нас все можна. Погоджуючись на пропозицію Яніни, Вітя не подумав, що це буде настільки складно. Ну, він ввел себе, як мужчина. Нам не страшно, нам все равно. Нам нужны емоції. Вонохило просто підтримку. Я б сам, наверное, тоже б не прийдав. А так вдвоєм вже прийшлось. Я стараюсь випетримати, а я що ж, мужик? Готова? Я всегда. Я всегда готова. А как аляска? Я вже все порешала. Переживай. А ви готовы? Летс го! Летс го! Летс го! Рука! Рука! Виу! А-а-а! Первый такой толчок, и мне было так страшно, потому что вот еще не знаешь, что тебя ждет. Конечно, сначала же была такая невесомость, вообще непонятка, но вообще жуть была. А потом я так, знаешь, вот уже так все гармонично, спокойно. Это классно мне. Это таки адреналин вообще больше, вообще, это мега адреналин. Тебе страшно. Это классно, человек ничего не боится. Мне приятно, то, что вот эти новые классные, экстремальные ощущения я получил именно з ней. Я ее буду вспоминать всю жизнь. Она классно. Витя очень сильно волновала, что мы сделаем с норидной коляской. Норидную коляску следом за нами запустили. У меня даже слов не маякова. Там таких похвал не существует, я просто она заслужит. Я привезла его в очень красивое место. Я ему показала, как вижу я свидание. Как вижу я романтику. У меня, наверное, в жизни сладкое, экстремальное свидание. На то, что не было. Нужно не представить, что оно плыть в воде. Насколько приятно, знаешь, насколько эти эмоции сейчас переполняют. Я чисто, я и летаю в облаках. С первого свидания, да, показалось так, что будто, ну, такая, как стерва. Считал, что я такая гламурная харьковская фифа, да. Руки из ЖЭ растут. И знаешь, я рад, потому что я ошибся. Мне тоже, честно, приятно. Я уже с другой стороны на тебя посмотрела. Я думаю, блин, реально крутой чувак. Что ты планируешь делать? Чем ты будешь заниматься? Расскажи. Ну, сейчас у меня в планах поступаю в институт юридический. Хочу осуществить такую маленькую мечту стать адвокатом. Это будет такой юрист, который в любой момент сможет навалять. Ты пирамидку мою заценил? Да-да, я сижу, что в Йегипте. А кто хит не видел? Все, уже полупирамидка. Это было даже не романтично. Это мега романтика вообще была. Я бы вечно смотрел озеро. Романтик ты смешедший, слушай. Я не забуду никогда эти моменты, кто мне подарил эти моменты. Когда девочка мечты делает все то, чтобы запомнить на всю жизнь. Все вообще, это классно. Солнечко. Сожжавите. Я знаю, что я сейчас хочу. Скажи, что ты хочешь. Все же должно быть в рамках приличия. Ты помнишь об этом? Я не готова открываться вот так вот с первого раза, да, на втором свидании. Я говорю, я твоя. Все вот просто. Ну, доела, что ты поставила какую-то, знаешь, вот эту, чуть-чуть перегородку. Я просто такая. Для меня очень важно, чтобы мужчина уважительно ко мне относился и держал дистанцию. Мужчина – это охотник. Если ему легко сдаешься, он быстро теряет интерес. Вроде все классно, 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 а тут ***. Не закрывайся. Не закрывайся. Не закрывайся. Не надо. Вот так все хорошо начиналось, а так все. Вот почему так печально все заканчивается? Не знаю. Может, что кто-то неправильную информацию воспринимает или может быть там? Много накручивает. Я просто вижу, что настроение испортилось. Ну, возможно. Ну, так ты веришь в судьбу? Нет, да. Ну, так а что ты нос вешаешь? Но судьба разве уходит от судьбы? Ты классный. Харгельские ангеловачки. Давай, первый раз. Увидимся. Третий раз. Третя зустріч Яніни та Віті відбудеться вже сьогодні. На ней буде прийнято рішення, разом вони чи ні. Привет. Тому що не знаю, що сам не розібрався, що не знаю навіть точний відповідь. Можна бачити і відбудеться з лази. Я нервничаю, конечно. Адреналин, так, мурашка по коже. Удачі. Здравствуйте. Здравствуй. Ой, Наташенька, я столько всего пережила. Это был и приятный шок, но не без того, что я была в ужасе. Почему? Я узнала, что он был женат. Каждая женщина после его жены теперь проститутка. А если она красивая, то это вообще... Стопроцентная проститутка. Стопроцентная проститутка, да. Ну, що було на второму свиданні? Я увидела его немножко другим, настоящим. Я увидела в нём какую-то родственность. В нём как-то много всего. То один, то другой, то третий, то четвёртый. Готова ли ты озвучить своё рішення? У меня було время на то, чтобы подумать. Я вже знаю, що йому сказати. Чёртый. 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 Я такой, як дівчинка, як ти, просто не бачив никого, не встречав. Я хочу тебе просити на третий свиданий. Спасибо тебе. Ну, а теперь скажу я. Я увидела в тебе перемены. Но я им не поверила. Я считаю, человек не может так быстро поменяться. Мне будет сложно с тобой общаться. Я не могу ничего обещать. Но я вижу, что мы с тобой одинаковые. Пусть это третье свидание у нас будет. Угу. Я рад, что Витя понял, что вешать ярлыки – это неправильно. Если ты хочешь построить настоящее хорошее отношение, то нужно вести себя по-другому. Самое удивительное то, что их обоих смущают друг в друге одни и те же качества. Они просто какие-то близнецы. Эта пара настолько наполнена страстью, что нас очень ждет интересная история впереди. Прежде чем дойти до огня, между нами возник диалог. Абсолютно открытый, яркий, без масок. Кстати, было прикольно, когда ты плыла, был вообще дождь и солнце при этом. Все равно, знаешь, солнце ты, дождь, я, я плачу в душе. Ну, я на самом деле дико боялась, потому что ты как бы приплыла, а там же локто качается, а там же на волнах. Я, по-перше, до речи, ты в курсе, что я не умею плавати близько воды? Смотришь, какой был бы плыль, если бы я еще туда ездил с солнкой? Честно, это доброе, что, а ты знаешь, короче... Абилл бы поплыл. Абилл полетел бы. Полетел. Как выявляется, он может быть нормальным типом. Мне удалось увидеть другую вику. Ты что, ну я понимаю, какая в тебе реакция была, когда ты меня поплачиваешь? Нет, у меня как бы, ну, ты такая, да. Тяжело будет. Ты вонат, это вообще для моего жесть. Понимаешь, когда то, как тебе прыгнуло, я чуть не упал на самом деле, и у меня мысль такая, ***, какой финиш вообще. О, ты мачукаешься, поганка. О, ты шлепай меня. Да ты все и мачуки знаешь. Я такие уже ты чистенькие и святые на самом деле. С ней можно было здраво общаться. С ней можно было шутить. У меня появилось ощущение, что все-таки у нас есть что-то общее. Мне бы хотелось, чтобы этот огонь уже воспывал. Осторожно. О, эта стихия явно твоя. Огонь это очень опасная стихия. Вика неразумно себя вела с этой стихией, будучи пьяной. Мне захотелось показать, что этот огонь может греть. Я предлагаю навязать на это дерево наше плохое, скверну, от которой мы хотим избавиться. Ты без аромат? Я хочу позбудиться от ненормативной лексики. Да, твоя чистая речь. Услада для моих хороших. Викина речь стала гораздо чище. Возможно, мои чистые образы как-то повнеяли. Возможно, то, что она начала действительно ощущать стихию. Хочу позбавиться взагалі от всех шкодливых звичек, которые сюда входят. И иметь понимание для людей. Мне этот ритуал был по душу. Это было очень символично. Символично отбросить боль, отбросить негаразды. Мне кажется, что Луна сделала такой ритуал, чтобы она мне, может, полегшала. Хай эти две ленточки, мне кажется, одна я буду мало. Заберай, взагалі, все погано з мого життя. Чтобы я могла відпустити всю табель, яка всередині. Нехай все пили згореть. Воно аж так просилося на вихід. Воно просилося, скажи, намотай, спали мене. У Вики чувствовалось еще много боли в душе, обиды. И приятно, что она избавилась от этого. Что ж, вместе и сожгем, и избавимся от лишней скверны. Мы начинаем приходить уже к водной стихии. Воды я боюсь, так как я не умею плавать, и в детстве я чуть одного разу не в доме. Не переживай. Мы просто пустим данные венки как символы. Может, я перестану еще и воды бояться? Да, и тогда страхи нашего идут. Базара, ноль, рубрами. Луна. Мне надзвичайно сьогоднішнее спелкувание мне понравится больше, чем было вперше. Да, согласились. То, что ты открываешься и показываешь себя в новых образах. И сегодняшнее мне понравится много. Потому что у тебя настоящий хороший голос, и у тебя есть сегодня более настоящие и более природные эмоции. Он был и пустым, и таким, как и подружка, и как и хлопец. Там был Антон, и там была Луна. Мне также очень приятно, что ты открываешься совсем в другом виде. Я недавно у своей собаке сплыла венка и фоткала его. Он такой милый. Вот, прекрасно какая? Голден ретривер. Они схожи до лабрадори. Я помню песню «Нибралтар», «Лабрадор». Его звати Мерлін. Ух ты, как волшебник. В честь волшебника. Не в честь Мэнсона, как большинство до меня. Ой, ну а я тогда подумал о волшебниках. Я очень близко, очень хорошо отношусь к животному миру. Стараюсь помогать нашим братьям меньше. Мне нравится, что он любит дворы. Я тоже очень люблю дворы. Что все вместе. Ух ты, как у тебя интересно получилось. А у меня более классично получилось. Я не люблю такой, как все. Ну, ты, как минимум, особенно в хорошем смысле того слова. Это и доброе, что мы с вами. Мы такие разные, как эти венки. Было интересно. Было прикольно. Я как-то свой такой хендмейт придумала. Я хочу, чтобы мой венок, сплетенный моими руками, ты отправила на воду. Я тоже хочу мою работу, чтобы я... О, как мило. Благодарю вам. Так необычно. Пусть наши желания сбываются. И я желаю, чтобы мы были в гармонии с тобой, дружбе и благости. Слышали и понимали друг друга. Звучайно. Духи вокруг возрадовались. Да, мы слышим вас. Мы чувствуем вас. Если бы снимали новую часть Вия на новый лад, то меня бы 100% запросили на главную роль, а до Бульора взяли бы Луну. Посмотри, моя хорошая, какая прекрасная сегодня Луна. А ведь мы встретились в полнолуне. У вас есть какой-то знак. Обычно те, кто встретились при полной Луне, пройдут долгий путь вместе. Ого. Буду давно так, как моя работа. И наостанок земный ритуал. Вечеря с неземным Луною. Ну что, это наша встреча. Во благо. Мне до души было те, что відбувалося на этом макувачене. Это как в Нирване. Я хоть буду помятать эту идею. И я верю, что в твоей памяти она останется светлым, как и в моей. Я на самом деле очень не люблю тактильные контакты. Тогда мне захотелось обняться с ним. То, что он обияв и переступил через свой принцип, то, что он не любит телесные контакты, это тоже было приятно. Это было нежно от души. Мне было приятно. День финальной встречи. Сегодня станут видомы майбутнє пары з різних светил. Приветствую вас. Расскажи немножечко о том, какой была эта неделя. Вика для меня, наверное, была большим испытанием, проверкой на прочность. Я считаю, что мне удалось справиться с этим. Нахи***чилась конкретно. Матюкалась в последнюю буйдлу. Он выглядит бельжинкой и нищей. Пересмотрела ли ты свое отношение к себе, к своей жизни? Життя такое, которое было, но не будет. Ранее я не так ответственно ставилась для своего життя. Не так вважала, что это не так важная штука, которую надо берегти, что-то заслуговывать. Слуговывать. Ага, я не могу. Самперед я поняла, что я хочу жить, я хочу чего-то добиваться в этом жизни. И хочу начать любить себя и свое життя. Тех, кого в том и не оточу, что-то делать для меня. Ну, на самом деле, я много над чем задумалась. Здравствуй. Мне очень приятно видеть тебя, и ты очаровательно выглядишь. Дякую. Мне приятно. Когда мы первый раз встретились, для меня, наверное, многое оказалось большим шоком. Это тот редкий случай, когда не стоит судить друг друга по первому мнению. Ты знаешь, мне удалось увидеть в тебе искренность, тепло, дружбу. Я говорю тебе, да. Я хочу тебе подякувати. Вот щиро-щиро подякувати. Я задумалась над своей женственностью, потому что на первом покачении ты был больше женщиной и мужчиной, а я больше вела себя как человек. Когда мы были на втором покачении, я десь даже здалека побачила Антона за четырьмя женщинами, которые стоят у тебя там. Но я пришла на проект искать парня, но не по-про. У меня нет ответа для тебя. Это было интересно, это было не забудно, но все же таки... Лучше найти хорошего друга, чем плохого любовника. Когда я увидел Луну, я увидел прогресс. Он был сегодня одет в брюках, в туфлях. Он сегодня говорил мужским голосом. Двух свиданий явно недостаточно для того, чтобы в нем пробудить мужчину. Но мне кажется, что именно Вика, общаясь с ним, может помочь ему прийти к себе. Потому что Вике прийти к себе удалось в рамках нашего общения. Субтитры создавал DimaTorzok